Девушки отдыхают 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 33 скульптуры из живых растений украшают каждый уголок огромного комплекса. В нашей стране из-за холодного климата топиарное искусство не получило такого широкого распространения, как в Европе. Но Сочи расположен в субтропиках, и это открывает большие возможности для садовников парка. Сочи парк пропитан духом ярмарочной Руси. Черноморский Диснейленд открыт круглый год. На входе маленьких посетителей встречает талисман парка Мишка Сочник. Образ медведя нередко встречается в сказках и чаще всего ассоциируется с русским характером. Этот бурый косолапый тоже любит размахивать лапами, но только для того, чтобы приветливо обнять гостей или пуститься в пляс. Кто быстрее, того и чашка. Главное правило чайной церемонии в Сочи парке. Огромные сосуды кружат в зажигательном ритме вальса. Летящие качели в заколдованном лесу сияют и переливаются в лучах яркого солнца, как ожерелье и самоцветов. А в этом огромном суперкаре нет руля и педалей. Только 12 пассажирских кресел. На сумасшедшей скорости автомобиль заносит по самым неожиданным траекториям. Впечатления самые положительные, самые потрясающие. Это парк нас просто удивил. Мы были во Франции, в Диснейленде, но мне кажется, что здесь аттракционы намного страшнее. Почему-то дух больше захватывает. Все олимпийские ваши посмотрели достопримечательности, но Сочи парк понравился больше всего. Очень здорово. Эмоции, вид классный, аттракцион вообще классный. Весь парк просто супер. Сочи-бомба. Широлёт – это космический корабль из мультфильма про смешариков. Здесь, в Сочи парке, его экипаж каждый раз проходит в строгий отбор. Астронавты ниже 140 сантиметров на борт не допускаются. Давайте делаем это быстро и безопасно. Испытать на себе самые экстремальные аттракционы Сочи парка решили олимпийские чемпионы по фигурному катанию Ксения Столбова и Фёдор Климов. Накануне вечером они победили на сочинском этапе Кубка России. Первым делом проверить натренированный годами вестибулярный аппарат отважились на жар птицы – самой высокой башней падения в России. Пока смелая хозяйка преодолевала полёт на 65 метров ввысь, любимец Денис, которым Ксения никогда не расстаётся, волновался за неё на земле. Казалось бы, быстрыми вращениями и высокими прыжками фигуристов не удивить, но квантовый скачок меняет представление о скорости и силе земного притяжения. Всего на планете шесть таких аттракционов и ни одного симулятора или игры, на которых можно пережить подобные ощущения. КРИКИ Нет! Нет! Самая быстрая и высокая горка в России – вагонетки, разгоняются до 105 км в час. Фигуристы посчитали, что за время короткой программы на льду они могли бы дважды прокатиться на квантовом скачке. КРИКИ Это было волнительно. Я не ошибаюсь. Не, ну круто. Ещё раз? Ещё раз. Погнали. Ну сейчас проверим, если там подо мной ничего не осталось, значит не очень страшно было. КРИКИ КРИКИ Олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Фёдор Климов Для исполнительного директора Сочи парка Свена Верста и Гай – это первый долгосрочный проект в России. За процессом строительства комплекса следил с самого начала, а за это время успел проникнуться русской культурой. Считает личной заслугой, что туристы и сочинцы по-новому взглянули на экстремальный отдых и доверились устрашающим на вид аттракционам. Безопасность в Сочи парке на первом месте. На каждом аттракционе есть несколько страхующих друг друга систем безопасности. Только в креслах их четыре. То есть, если одна система не сработала, то сразу включается другая. Держимся крепко, хотя вряд ли это поможет. Думаем о хорошем. Прокручиваем в голове самые яркие моменты своей жизни. Команда Сочи парка – люди, по уши влюблённые в свою работу. Достойные условия, приятная обстановка. А в случае аниматоров – ещё и благодарный зритель. Артисты уличного театра помогают парку создавать ту неповторимую атмосферу русских сказок, блин и ярморочных гуляний. От глаз публики надёжно спрятана гримерка артистов. Только здесь, за кулисами, лесная фея крутит роман с эльфом, змей-искуситель подкрепляется бутербродом, а волшебное зеркальце смотрится все, кому не лень. Я Василиса Премудрая. Ну, вообще, приехали мы из разных мест. Я, например, из Белгородской области, город Губкин. Саша, откуда ты? Вот так и познакомились. Привет, я из Новосибирска. Ну вот, да, Саша из Новосибирска. Очень здорово, конечно, да, всё правильно. Может быть, даже от того, что зарплаты у нас небольшие, но у нас очень дружный коллектив, радостно. У нас такая своеобразного рода община. Мы все друг друга как-то поддерживаем, чему-то учимся друг у друга. У нас и акробаты есть, и жонглёры, и танцовщицы. То есть, ну, просто ребята, которым 19-20 лет, они кидают 9 булав. В цирк Десале принимают ребят, которые кидают 8 булав. Я познакомился здесь с ними. Всё, что мы делали до этого, это другое. Здесь улица, здесь актёры. Первое требование у меня ко всем, кто приходит. Это ваш дом, вы здесь живёте, вы персонажи. У вас спрашивают, кто вы. Вы говорите, вы не Аня, не Петя, не Маша. Вы именно персонажи Сочи парка. Опыта работы в таких парках, я думаю, пока ещё ни у кого нету в России, потому что наш парк первый, тематический парк. Я всё время хвастаюсь. У меня самая большая сцена в России, а может быть даже в мире. У меня сцена 26 гектаров. Работа телеведущей в какой-то мере схожа с тем, что делают артисты уличного театра. Мы тоже нацелены на большую аудиторию. Если вы обладаете цирковыми, танцевальными, вокальными талантами, мечтаете каждый день покружаться в сказку и при этом неплохо зарабатывать, то добро пожаловать в театральную труппу Сочи парка. Меня, кстати, уже пригласили. Я обещала подумать. Сочи парк готовит для своих гостей ещё массу сюрпризов. В следующем году комплекс пополнит большая катальная деревянная горка, а через пару сезонов появится и аквапарк. После полётов на змей-горыно через жар птицы спокойная прогулка на расписном коне – лучшее завершение насыщенного дня. Сочи парк оставил незабываемые эмоции, но самое главное – в эту сказку всегда можно вернуться и по щучьему велению исполнить все свои желания. Это была программа «Сочи постфактум» – история о жизни курорта после зимних игр. И я, Кристина Конограй, скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова